Добрый вечер! Юлия Латынина, как всегда, в это время по субботанку. Доступа смотрите нас на YouTube Эхо Москвы, на моём собственном YouTube Латынина ТВ. На всяких пиратских YouTube не смотрите, пожалуйста, и не слушайте. И пишите нам на YouTube, пишите нам смски 985-970-4545. На прошлой неделе, равнёшенько в субботу, я рассказывала под оплёку истории аварии адмирала Кузнецова, который затонул при выходе из дока, куда его поставили ремонтироваться на два года и потащили ровно через месяц из этого дока плавучего в Мурманске. А док размером, чтобы вы понимали, напоминаю, с половину Красной площади. Потащили его, потому что в Норвегии начались учения НАТО, и чтоб, значит, показать Кузькину мать. В итоге никакой Кузькиной матери не показали, потому что и корабль повредили, и док утопили, и все на нас показывают пальцем, и очень смешно, я думаю, было натовцам. И тут, значит, в субботу я провела эту передачу, в воскресенье раскрываю государственные всякие новости, и там ликующие репортажи о том, что вот, дескать, пролетели над натовскими учениями наших два противолодочных корабля, но и подразумевается, что натовцы наложили от страха в штаны. Ну, если они наложили в штаны, то, конечно, не от страха, но вот это вот к вопросу о абсолютном пиаре, да, и вот в том знаменитом анекдоте, когда Наполеон стоит на Красной площади и говорит, если бы у меня были советские СМИ, никто бы не узнал, что я проиграл Отечественную войну 1812 года. Вот это тот случай, да, угробили док, побили Кузнецова, решили, не взлетим, так поплаваем, ну, вот, значит, пустили эти самые два противолодочных самолета, и натовцы, конечно, если я икают, то что-то мне подсказывает, что это не от страха. То есть вот это чисто получается такое соревнование «Элочки-людоедки» с Вандербельтехой. И почему армия нашей страны превратилась в «Элочку-людоедку»? Прекрасно описывают две статьи, одна из которых появилась в новой газете на этой неделе. Это история о том, что есть такая госкорпорация «Тактическое ракетное вооружение», которая, собственно, должна и делать все те ракеты, которые так красиво Путин показывает в мультиках, как они летят, поражают Флориду. И вот закупки этой суперсекретной корпорации, они отданы на фирме 20%, которой принадлежат девочке 23-летней, которая занимается свадебными прическами, и по чисто случайному совпадению она дочка директора корпорации. И там много чего прекрасного по этому поводу написала новая газета, и много чего прекрасного по этому поводу написал Навальный, как он пошутил, «Ракеты превращаются, превращаются ракеты во французские шале». Ну вот с ракетами у нас в результате не очень, но будем надеяться, с шале хорошо. И другая публикация, это публикация «Медузы» о том, как десятки рабочих приехали в закрытый камчатский город Вилючинск строить некие суперсекретные объекты вот в рамках всех тех же наших гигантских трат на оборону, которые у нас уже превышают все мысленные размеры, превышают и здравоохранение, и так далее. И им не платят обещанную зарплату. А поскольку город закрытый, а их хитро привезли в обход всяких постов, то они физически не могут уехать, и это совершенно отработанная технология. То есть человек ищет вакансию, видится, находит в интернете объявление, вам 80 тысяч рублей, он приезжает, ему говорят, денег нет, но вы держитесь. Вот совершенно конкретный разговор «Медуза» приводит человека по имени Шамсудинов рабочего, того, которому, как и остальным, тупо не платили. И когда он поднял скандал, то просто начались угрозы, просто начались разные неприятные обещания, и хотя его все-таки в конце концов вывезли из города, да, там у него был замечательный разговор, «Вы не оправдали наших ожиданий, к сожалению», говорит женщина, которая должна выдавать ему деньги, а ее спутник говорит, «Я бы с вами так легко не расстался». То есть, понимаете, он не оправдал ожиданий, он попросил денег. Но убить его надо, наверное, за это, что этот гад отказывается работать на оборону Родины бесплатно, и вот на эти самые французские шале, которые являются оборотной стороной этих неуплаченных денег. То есть, что это такое, да, это, почему, понятно, что это не исключение. Это правило, видимо, при строительстве российских военных объектов, это система рабства. А я вообще-то должна сказать, что рабство и технологический прогресс, они несовместимы. Читайте советский учебник истории, я не помню, за какой класс, четвертый, что ли. Марксисты не всегда правы, но в этом смысле они были абсолютно правы, что технический прогресс Римской империи был невозможен, поскольку... Ну, а зачем изобретать что-то сложное, если раб построит и так с помощью молотка? Вот не растут в Гренландии апельсины, а в обществах, где люди позволяют себе не платить за возведение технологических объектов, этих технологических объектов не будет возводиться, а будут возводиться только французские шале. И вообще, конечно, Путин в этом смысле не на том соревнуется со странами НАТО, потому что, ну, зачем какие-то там военные учения пролететь над флагманом американского флота? Надо устроить просто соревнования по количеству французских шале у российских генералов и оборонщиков и американских генералов и оборонщиков. Вот тут же мы точно были бы на первом месте с отрывом не то что от Соединенных Штатов, а от самой Нигерии. И понятно, что такие вещи, они не крепят ни экономику, ни славу, ни мощь России, а крепят только одно вышеупомянутое шале, которыми славно прирастает наша оборонка. Вот я приведу только один маленький пример, потому что, когда видишь такие вещи, да, то как-то руки опускаются. И вот во время моей поездки по Германии мне многие наши уехавшие соотечественники говорили, ну, всё, эта страна списана, на этой стране можно ставить крест. И я приведу только маленький противоположный пример. А вот есть такое шоу «Голос» на Первом канале. Одно из последних шоу, с которых некоторые люди нормально и смотрят телевизор. И вот когда ты его смотришь, ты понимаешь, что Москва всё ещё столица митрополии. Потому что выясняется, что во время этого шоу грузин, армянка, казашка, таджик, кубинка, все они просто приезжают в Москву, чтобы принять участие в этом соревновании. Почему они приезжают туда? Очень просто, потому что равные истории отбора, условия, соревнуются голоса. Вот вы представляете себе, чтобы на шоу «Голос» вместо наставников, которые отбирают людей по голосам, сидела бы вот эта вот там 23-летняя специалистка по свадебным прическам, или вот если бы там отбирали по принципу «Кто больше занесёт». Кто бы смотрел шоу «Голос», его рейтинг был бы ноль. Кто бы приезжал на шоу «Голос», вот все эти люди бы не приезжали, а приезжали бы папики с толстыми зобами, а вот мою любовницу возьми, а вот моего сынашка устрой. И вот это прекрасный пример, что достаточно даже вот в этой существующей путиномике создать механизм нормального отбора, и всё сразу получается. Сразу. Надо только получать это дело профессионалам и видеть, чтобы это было прозрачное, а не 23-летние специалистки по свадебным прическам. И вот как мы столкнулись с тем, что Россия больше не империя. Она развалилась. По факту. Сейчас не будем разбираться, кто виноват, поздно разбираться. Как восстановить метрополию экономически? Как поднять Россию экономически? Ответ очень простой, что таких голосов, структур таких, должно быть сотни и сотни. Это должны быть университеты, в которых люди получают образование и знают, когда им выбирать из Грузии или из Армении. Что, конечно, можно поехать в Америку, и там получить первоклассное образование. Но российские университеты должны быть тоже конкурентоспособными, а они сейчас не конкурентоспособны на мировом рынке образования. Это должны быть компании, в которых ты тоже едешь не в Америку, а в Россию, и продвигаешься в этих компаниях. Самое главное – это должна быть культура. Это должны быть книги, которые хочется читать, фильмы, которые хочется смотреть. Вот, а пропор, опять же, из германской поездки, когда я выступала в Гамбурге, подходит ко мне мальчик из Львова, говорит даже, что специально прилетел, но, видимо, они еще прилетели посмотреть Гамбург, но вот их компания специально прилетела из Украины меня послушать в Гамбург. Ну, и, как я уже сказала, наверняка заодно Гамбург посмотреть. И этот мальчик говорит, что он русский выучил по эху Москвы, потому что он слушает эхо Москвы, и поэтому он, хотя у него, естественно, язык украинский, да, он стал и русский хорошо говорить. Вот эхо часто любит ругать всякие патриоты, говорить, что мы вот тут, значит, всякие разные неправильные вещи говорим, потому что если кто не любит Путина, то тот и Россию не любит. Нет, ребята. Мы нахи больше объединяем страны СНГ, чем вы со своими хромами кузнецовыми, неуплаченными зарплатами и французскими шале. Потому что когда мальчик в Альвове слушает эхо, он слушает его на конкурентном рынке. Не думайте, что он будет слушать, если эхо не будет, если он будет слушать первый канал. Он просто забудет русский язык. 985-970-45-45. И еще одна история, которая меня поразила на этой неделе, потому что мы все знаем, как в российских тюрьмах живут люди плохо, особенно если это какой-нибудь Эльдардадин, которого пытают. И вот на этой неделе всплыли фотографии, которые мы можем смело предъявлять на любом Страсбургском суде, когда нас спросят за нечеловеческие условия проживания. А мы можем показать гражданина Цеповяза, который, напомню, убивал маленьких детей. Там вот убийство фермера Ахметова, которое они совершили. Там было трое детей. Ну, то есть там были еще 14-летний мальчик, которого они добили. Но там было двое девочек 2 и 5 лет, которых они убили в ванной. И там была 9-летняя девочка, которую они уже потом положили на гору трупов и подожгли, чтобы, значит, жители станицы полностью понимали, что вся станица находится под контролем церков. Вот этот прекрасный человек сидел в колонии и кушал икру и крабов. И, то есть, вот такая удивительная картинка, что если ты сжигаешь живьем 9-месячную девочку, то тебе колония превращается в пятизвездочный отель, если ты, конечно, обошляешь бабки. Ну, а если ты там какой-нибудь, как там, скол зубоомоновцы или еще что, или вообще спрашиваешь про коррупцию, то, конечно, тебе будут отбивать пятки. Собственно, на коем случае это покажется удивительным, а на самом деле я вам напомню, что все очень просто. Потому что что такое российский тюремщик? Он является, ну, собственно, как и любой другой чиновник в России, вот включая этих оборонщиков, он является владельцем некого ресурса. И этим ресурсом является в буквальном смысле жизнь его, жизнь тех, кто сидит в тюрьме. Он может ее превратить в ад, он может ее превратить в рай. И, естественно, жизнь тех, у кого нет денег, он превращает в ад, ровно за тем, чтобы ему вошляли денег, как это было, кстати, в случае той колонии, где сидел Альдардадин, там вот была ровно эта система. То есть задача начальника российской колонии очень простая. Она не то, чтобы означать там обеспечить какое-то наказание, какую-то справедливость, выжать из заключенного максимум денег, кто может заплатить, но очень часто это не самые хорошие люди. Кроме того, не забудем, что вообще начальником тюрьмы надо работать. А это тоже тяжело. Это проще отдать на аутсорсинг. Кому это можно отдать на аутсорсинг? Конечно, тем же самым людям, которые занимались наведением порядка и построением людей и на воле. То есть, ну как, даже если бы, скажем, дело Ходорковского не было таким публичным, вы же не можете позвать себя к Ходорковскому и сказать, ну слушай, ты будешь смотрящим за тюрьмой, ты, значит, будешь красным, ты, значит, будешь опускать, насиловать, бить, вообще заставлять все ходить по струнке, и чтобы они еще бабки платили. И кто тут заключенный, который в результате оказывается наверху всей пищевой цепочки, конечно, это все тот же самый цеповяз. То есть, те люди, которые занимались террором на воле, потому что цепки на воле, что делали? Они устраивают террор в кущевке. А при полном покровительстве властей, которым обошляли бабки, они же убивали людей, или там, да, были эпидемические изнасилования женщин, просто чтобы показать свою власть. И они могли гарантировать, что если какого-то человека недоубили, то его посадят, потому что власти у них тоже были в кармане. Там же были даже фотографии этих самых... Мало того, что они все были члены Единой России, естественно, и цапог, и цеповяз. Да, они же еще там... Цапог есть, да, просто фотографии на инаугурации Медведева. И поймали-то их не потому, что они совершили что-то, перешли какую-то красную черту, а потому что в этот момент как раз был скандал на суде над Ходорковским. И кроме того, потому что, ну, как мы знаем из расследования того же Навального, скажем так, жены цапков имели совместные с фирмой, с людьми, один из которых был заместителем генерального прокурора Чайки, а другой управделами господина Чайки. А как известно, Бастрыкин и Чайка очень любят в кавычках друг друга. И, соответственно, когда Бастрыкин об этом услышал, ну, понятно, что он там сам туда полетел, он же знал все эти истории. А гораздо раньше, чем их скрыл Навальный. То есть, вот обратите внимание, что люди, которые устраивали из Кущевки концлагерь, это идеальные персонажи для того, чтобы устроить концлагерь из концлагеря. Ну, это как-то вот совершенно естественно. И вот это, конечно, всесилие, что на воле, что в тюрьме, оно, в общем-то, и превращает Россию сейчас в современное распавшееся государство. Вот тут мы поставили очередной рекорд для книги Гиннесса, который, я не уверена, что упомянут центральные СМИ в числе наших достижений. А именно мальчик в Красноярске, в пригороде Красноярска, семилетний, покончил с собой. Ну, скажете, ну, это личные дела какого-то мальчика. А там все непросто. Там в школе был хулиган. А у хулигана были непростые папа и мама. Они были силовики. Да, мальчик всех бил. Родители его поддерживали. И вот этот мальчик, который покончил с собой, он дал сдачи. После этого мама хулигана вызвала полицию. И этого мальчика в присутствии полиции, она, во-первых, его слегка побила, ну, там, пластиками, плечиками, а, во-вторых, сказала, что посадит. И вот этот семилетний мальчик понимает, как он заступился за девочку. Ему сказали, что его посадят. Он же не понимает, что ему семь лет, и его еще не посадят. И мы еще до этого все-таки не совсем не доросли. Да? И у него ощущение, что да, это возможно. И вот, собственно, на фоне всех этих чудовищных злоупотреблений распавшегося государства мы видим замечательный процесс над главным вором, оказывается, нашего времени. Это, конечно, режиссер Кирилл Серебряников, который, как выясняется, на процессе действительно абсолютно нерегулярно расходовал деньги. Только маленькая такая проблема, что все эти деньги не превращались во французские шале, нерегулярно израсходованные, а превращались они в спектакли, за которых нерегулярно платилось. И очень сложно доказать, что все прегрешения Серебряников в конечном итоге, как мы видим, сводятся к тому, что у него по зарплате была, по ведомости была одна зарплата, и у него, и у всех остальных участников этого мероприятия. А реально другая. И когда оказывается, что вот в нынешней путинской России это Серебряников главный по злоупотреблению, ну, что мы можем на эту тему сказать? 985-970-45-45 и, собственно, на фоне всех этих историй не пропустите, пожалуйста, публикации новой газеты с еще одним экс-сотрудником кремлевского повара Пригожина. Напомню, что перед этим было интервью с Виктором Амельченко, который рассказал кучу всяких историй с избиениями активистов, с уколом как раз мужа Соболь, и вот этот другой новый сотрудник, это Андрей Михайлов, который поссорился с Пригожным еще в конце 2013 года. Судя по всему, он обнес шефа на большую сумму денег. И там тоже рассказывается история каких-то удивительных провокаций, причем даже не только и не столько против прессы. Да, там какая-то история конкурента, которого надо тоже, который занимался кетерингом и которого нужно было опорочить. И, значит, там был какой-то поддельный фуршет, на котором поддельные актеры изобразили, что их отравили. Там были какие-то самарские больницы, на которых надо было выиграть тендер. И в эти самарские больницы привозили тараканов, запускали и снимали это на камеру. И вот этот Михайлов представил в новой газете сметы, в том числе и на тараканов. Да, вот расходы на закупку тараканов и смета. И, конечно, в результате всех этих историй такая мертвая тишина, потому что наша система власти, наша судебная система, правоохранительная система, она действует как полупроводник, только в одном направлении. А друзьям все, врагам закон, как сказал парагвайский диктатор Стресснер. И, кстати, в связи с этим очень интересно то, что происходит на Украине, в связи с гибелью украинской активистки Екатерины Гандзюк, Херсонской, потому что там тоже очень много избиений активистов. И в России, как я уже сказала, эти нападения абсолютно безнаказанные. И вот украинская история заключается в том, что в июле Екатерину Гандзюк облили кислотой, видимо, хотели просто напугать, но не рассчитали, и через несколько месяцев она умерла. И несмотря на то, что люди, которые это сделали, физические исполнители, сидят, сидит даже организатор, но этот организатор до сих пор не называет посредника, хотя в украинской печати уже появились сведения о том, что этот посредник был помощником депутата, депутата отправящей пракции. И вполне понятно, что в данном случае, потому что когда я впервые услышала о истории Гандзюк, мой был главный вопрос к моим украинским друзьям, не русский ли там след. Потому что понятно, что часть нападений на активистов, то же самое попытка убийства Бабченко, все следы ведут в Россию. Но в данном случае понятно, что если сидит организатор, и не называет даже посредника, и этого посредника уже допрашивали и отпустили, это помощник народного депутата от фракции Порошенко, то нет, следы ведут не в Россию, следы ведут в совсем другое место. И понятно, почему это происходит, потому что, ну как сказать, это оборотная сторона того, что в стране взяли, разрешили дать частным людям в руки оружие и пустили их воеваться. Я совершенно не говорю, что это было неправильно, потому что это и спасло Украину. Ее спас там не Порошенко, не Рада. Ее спасло то, что частные люди взяли в руки оружие и отправили защищать свою страну. И многие из них были зажиточные состоявшиеся люди, что важно, потому что мы не можем назвать зажиточных и состоявшихся людей, которые вот так вот ехали на Донбасс защищать там русский мир. А с другой стороны, как раз с украинской стороны, было очень много успешных людей, но закон войны заключается в том, что во время войны наполнителем войска всегда является сволочь. Неважно, во имя чего это война. Потому что на всякую войну собираются неустроенные люди, они заводятся в ней, как тараканы. Вовсе не случайные исполнители убийства, уже теперь убийства, Гонзюйка, это бойцы правого сектора, это оборотная сторона того, когда частный человек берет в руки оружие. Вот точно так же, как в Америке периодические расстрелы являются оборотной стороной того, что людям позволено носить оружие, то точно то же самое происходит на Украине. И вот проблема заключается в том, что это насказывается на беспомощность полиции. Полиции во всем, потому что то, что до сих пор не раскрыто убийство Шеремета, это позор. И очень интересна сейчас реакция украинской власти, потому что это убийство вызвало огромное возмущение. И понятно, что следы в этот раз ведут не в Россию. И украинская власть менжуется, и украинская власть врет. Генпрокурор Гелий Луценко в связи с этим делом сказал громко, я подаю в отставку, и тут же ему в отставку не приняли. То есть это была такая разыгранная комбинация. И ясно, и уже называют открыто, что посредник между людьми, которые исполняли это и передавали деньги, был человек, которого зовут Павловский, помощник депутата Павла Морчука. И, с одной стороны, мы не можем себе представить, что, скажем, в России смерть случайно убитого активиста стала предметом возмущения и расследования, учитывая, что следы ведут в партию власти. И для меня, конечно, вот эта история с Ганзюк, это будет история на состоятельность украинской власти. Потому что не найдут заказчика, следы к которому ведут достаточно очевидно, отмажут, значит, извините, ребята, вы недолго, недалеко ушли от нас. Найдут, значит, Украина встала на путь роста и оздоровления. Потому что, если Луценко и Порошенко сдадут этого человека, заказчика, то Украина станет еще более сильной. А не сдадут, она будет понемногу превращаться опять в Россию до нового. Майдан, суббота. И на этой неделе выяснилось, что из 66 тысяч русских, проживающих в Лондоне, 75 тысяч являются стукачами или сотрудниками спецслужб. Ну, на самом деле, все было немножечко иначе. Там был некий доклад британского общества Генри Джексона, о котором уж тут наговорил Владимир Ашурков. Это исполнительный, бывший исполнительный директор фонда борьбы с коррупцией. Близкий соратник Навального. Естественно, Ашурков ничего подобного не говорил, а сказал, ну, может быть, там 5% имеет какое-то отношение к стукачам. Значит, в испорченном телефоне, в докладе фонда эта цифра превратилась вместо 5 в 50. Значит, потом, причем она была приведена как пример паранойи. Значит, несмотря на то, что она была приведена как пример паранойи, она была вынесена в заголовок как английских СМИ. Ну, понятно, что они это писали на 10-й странице, но, тем не менее, они это писали. Причем вполне уважаемых типа газеты Тайм. И, естественно, наши проправительственные СМИ тоже возмутились. Вот, смотрите, как англичане нас не любят, но посмотрите, какая у них паранойя. Типа, из 150 тысяч половину, то есть 75 тысяч, это информаторы. А поскольку, на самом деле, русских в Лондоне живет не 150, а около 66, то, как я и говорю, получилось, как при подсчете голосов на выборах президента в республике Марии Эл. Да, из 100% 130 информаторы. Собственно, вся эта история не стоила бы выеденоваться, ее прекрасно разобрал The Insider, но она как-то пришла в комплекте. В комплекте с Абрамовичем, которую недавно отказали в виде нажительства в Швейцарии с оскорбительной, я считаю, формулировкой. В комплекте с Рыболовливым, который угодил в тюрьму в Монако ненадолго, ложечки нашлись, но осадок остался. В комплекте с Дерипаской, которому сказали, что его не хотят видеть на форуме в Давосе, а также всех остальных, кто попал под американские санкции. И, собственно, на этом русский Давос кончился. И как-то каждая из этих историй она сама по себе отдельная история. Потому что, например, возьмем кейс Рыболовлива. Ну, там очень смешная история, потому что Рыболовлив, которого не забудем, как бы это сказать, бывший владелец Уралкалия, бизнес которого хотели сожрать, скажем так, крупные, приближенные к Путину люди, его гнали по полю, на него уже вешали всех собак, тут выступил в качестве белого рыцаря Сулейман Керимов, заплатил за Уралкалий действительно приличные деньги, хотя я не думаю, что Рыболовлив хотел бы продать свой бизнес, он бы, скорее всего, предпочел бы его не продавать. Ну, вот, значит, этот человек, который уже в России пострадал в ходе этой истории, когда он уехал на запад, он решил наш Ванька заняться коллекционерством, нашел какого-то швейцарского мошенника по имени Бувье, который только за знакомство с Рыболовливым потом отвалил комиссию, то есть взятку, говоря простыми словами, в размере 100 миллионов долларов посредницы, которая их свела, она теперь это называет комиссией, честной, значит, этот Бувье продавал ему картин на 2 миллиарда долларов, которые стоили сейчас по подсчетам Рыболовлива приблизительно 1 миллиард, например, одна из них была спаситель мира Леонардо да Винчи, ну, то ли это Леонардо да Винчи, то ли это не совсем Леонардо, но Бувье купил его за 70 небольшим, Рыболовлива впарил за 120, и когда Рыболовлив подал иск, оказалось, что этот иск очень сложно доказать, потому что в результате всего этого скандала, когда спасителя мира снова выставили на торги, то его уже какой-то арабский шиих купил за 450 миллионов, да, и вот Иди теперь доказывает, что тебя обули наярд, когда ты купил картину за 125, по-моему, миллионов, а продал за 450, так вот, это я к чему, да, что, конечно, не стоило Рыболовливу заниматься коллекционерством, но он абсолютно прав, с моей точки зрения, в своей близке, его обули 100%, его обули, пользуясь его наивностью и неопытностью, и на чём он попался, поскольку Рыболовлив, ну, он же российский бизнесмен, он и в Монако вёлся, так, как в России, тем более, что Монако, извините, тут тоже такая маленькая дыра, я вам напомню, это же ведь монакский князь Альберт у нас ездил на охоту с Путиным, а потом в состав Олимпийского комитета принял решение о том, что Олимпиада должна проводиться в Сочи, то есть, чтобы монакские власти мне не говорили, что у них совершенно чистые штанишки, да, вот это вот, вот такая маленькая дыра, ну, очень, дыра в смысле, ну, как, прекрасная дыра, замечательная дыра, там такая красота, там так всё ухожено, там так всё богато, но когда у вас маленькое княжество, все-все друг с другом знакомы, и ещё когда у вас такой замечательный олимпийский князь Альберт, который дружит с Путиным, и периодически там случаются какие-то скандалы, и вот, значит, адвокаты Бувье подсуетились, и они услышали, видимо, они прослушивали адвокатов Роболовлева и самого Роболовлева, и оказалось, что и Роболовлев, и его адвокаты, они там дают направо и налево инструкции монакскому правосудисту, как возбуждать против Бувье дело. Вот я не знаю, зачем, будучи правым, ещё, зачем, зная урок, ещё и списывать. Я не знаю, зачем, будучи правым в своём иске, ещё там раздавать указания монакскому правосудию. Это относится, конечно, к особенностям российской психологии. Но факт в том, что вся эта история, когда она вылезла наружу, она, конечно, на 180% обернула ситуацию с этим иском, потому что теперь уже, конечно, все забудут во всех судах, что Рыболовлев на самом деле по сути прав, и его обнесли, его обсчитали на ярд. А будут помнить, только что Рыболовлев раздавал коррупционные указания. И абсолютно та же самая история с Абрамовичем. Вернее, не та же самая, но совсем другая история с Абрамовичем. Но ему сказали в Швейцарии, что там какую-то чудовищную формулировку привели. Типа, потому что это не будет безопасно, потому что это плохо скажется на имидже страны. Ребят, правда, Абрамович плохо скажется на имидже вашей страны. При этом, значит, каким-то Якуниным дают вид на жилиство в Германии. Где еще? Я, надо сказать, вообще к Абрамовичу неравнодушна, потому что благодаря Роману Абрамовичу, я докладываю, в Москве изменился климат. Ну, он изменился климат, правда, не во всей Москве, он изменился в одном определенном месте. Он изменился в парке близ Сколково, который представлял из себя раньше такое неаппетитное болото, где нельзя было ходить. И где к ноябрю начиналась непролазная гнусь из деревьев, упавших на тропинке. А теперь даже в ноябре и даже в декабре это место, где по воскресеньям гуляют люди, потому что там десятки километров, не просто тропинок, а широких, прекрасных мест. И вот этот вот парк, Зарядье, кажется, он называется, по, простите, какой Зарядье, да, вот этот вот Мещерский, Мещерский парк, который сделал Абрамович. Вот поскольку меня сейчас нету в этом парке и в ближайшее время не предвидится, я, наконец, могу иметь возможность его похвалить. Это вообще такая отдельная история, которая иллюстрирует мою любимую тему о том, что вот когда Зелёные нам говорят, что самое замечательное это сохранять природу в её первозданности, то они не понимают, что говорят, потому что природа в её первозданности ужасна. Природа её первозданности в амазонских лесах это ядовитые змеи, которые тебя кусают и жёлтая лихорадка. Природа в её первозданности в московских лесах это коряги, болота, ещё в этом болото сочится коммунизация из соседнего посёлка. Если всё это сохранять в первозданности, то жить там невозможно. Я уж не говорю, что там в какой-то первознавности там ещё были медведи и гадюки. А человек должен превратить, чтобы природой было удобно пользоваться, создать удобный интерфейс и превратить её в сад. И не случайно рай в мире во всех сказках изображается в качестве сада, а не в качестве дикого леса. В качестве дикого леса изображается совсем другое место. И второе, что нет климата самого по себе. Вот есть отвратительные москусские ноябрь-декабрь, когда с неба никогда не понятно, что падает. И вдруг, если вы сделаете нормальные дорожки в лесу, этот отвратительный ноябрь-декабрь превращается в место, где возможно ходить. Так вот, после этого Панегирика Абрамовича я решительно считаю, что не Абрамович самый страшный человек в российской действительности, и что точно это не самый страшный человек из тех, которые получают вид на жительство в Швейцарии. Но это я к тенденции, однако. Абрамович, Рыболовлев, Дерипаска. Вот эти безумные рассказы про 75 тысяч русских шпионов. И это, собственно, вот, кстати, Максим Ниронов об этом тоже наехин совершенно правильно написал. А это создает новую реальность для российского бизнеса, который вдруг себя чувствует между Сциллой и Харидой. Возвращаться в Россию, тот себе сделают карачун, любой мент, забежавший с соседнего подъезда. Или, если ты высокопоставленный олигарх, то это будет не любой мент, а генерал. Остаться на Западе, ты можешь оказаться в положении рыболовливой Абрамовича. И особенно обидно мне во всей этой ситуации, знаете что? Что вот в начале 2000-х годов, когда еще не сложилась путинократия, Россия имела, именно российский бизнес имел совершенно фантастические шансы. Я сейчас объясню, в чем они заключались. Дело в том, что, конечно, российский бизнес стоил совокупно гораздо меньше, чем любые американские компании, даже меньше, чем он стоит сейчас. Но вот в чем дело. Дело в том, что и в Америке, и во многих странах мира владение собственностью было очень сильно распылено. Акционерная собственность превратилась в некий отдаленный навык социалистической собственности, когда все решает чеф-эксекьютиф офиса, президент компании, то есть директор совхоза, который не совсем лично заинтересован в успехах компании, а иногда у него цели немножко другие. Собственно, вот это вот отличие менеджеров от владельцев компаний и вызвало эпидемию того, что называлось потом leveraged buyout. То есть, когда захватчики со стороны выкупали компании, вышвыривали неэффективный менеджмент, и становясь лично собственными компаниями, эти компании становились гораздо эффективнее. И вот я к тому, что в России leveraged buyout по факту был осуществлен в ходе приватизации. Потому что российские олигархи, хотя они владели не такими дорогими с точки зрения мировой компаниями, они владели ими лично, и они каждый из них решали лично. И каждый из них, конечно, был очень боевым и харизматичным человеком. И когда эти российские компании начинали объединяться с западными, как, например, собирался объединяться с западными компаниями с Шевром Ходорковский, то в результате этого у них оказывались большие, очень большие доли в западных компаниях, которые позволили бы им осуществлять контроль. И Россия была на пороге того, что российские миллиардеры окажутся не просто персонаграми, в мире, а они окажутся владельцами не просто российских, они окажутся реальными владельцами крупных западных компаний. И, собственно, на мой взгляд, это была одна из перспектив, которые ужасно испугала, наверное, Владимира Владимировича и его приближенных, потому что они поняли, что, с одной стороны, российские олигархи будут, грубо говоря, править миром, ну не править, но иметь очень большую долю в этом акционерном капитале, а с другой стороны, они, окажутся, совершенно неуязвимы для российских властей, потому что это ещё Ходорковского можно посадить, а попробуй ты посадить совладельца Шеврона или Эксона. И вот то, что было сделано путинократии для уничтожения этого взлёта российского бизнеса, международного взлёта российского бизнеса, оно, конечно, не может быть компенсировано, ну скажем так, никакими пролётами противолодочных кораблей над американским флагманом в ходе учений стран НАТО в Норвежском море. 985, 970, 45, 45 и ещё две истории, о которых я хотела рассказать вам на этой неделе. Одна из них произошла на прошлой неделе и почти незамеченной. А именно, Соединённые Штаты стали крупнейшим производителем нефти в мире. В августе они добывали в день 11,3 миллиона баррелей нефти, против 11,2, который добывала Россия на третьем месте, Саудовская Аравия. Там 10 миллионов баррелей в день. Собственно, нельзя сказать, что эта новость была неожиданной. Я напоминаю, что из-за американской сланцевой революции цены на газ рухнули ещё в 2008 году, цены на нефть рухнули ещё в 2014. США перегнали Россию по добыче газа, если я не ошибаюсь, ещё в 2008 году. Но, опять же, было ясно, что они перегонят нас по добыче нефти. Но почему эта новость важна? Ну, во-первых, по поводу чисто техническому, потому что наши российские газовые и нефтяные начальники, они всё отказывались верить в реальность революции сланцевой. Они всё рассказывали про сланцевый пузырь. Значит, предсказывали, что нефть будет стоить по 250. Алексей Миллер рассказывал, что тысяча кубометров природного газа будет стоить тысячу долларов. Значит, что капитализация «Газпрома» будет составлять триллион долларов. Но напомню ещё, что сейчас есть в мире компания капитализация, которая составляет триллион долларов. Но это не «Газпром», а «Газпрома» около 60 миллиардов. И Путин рассказывал, что вот нет никакой альтернативы нефти и газу. В феврале 2010 года я не могу не процитировать его слова. «К сожалению или к счастью, ни солнечная энергия, ни другие виды, ни дрова, ни сушёный навоз, ничто это не заменит углеводородов в ближайшие 15-20 лет». И вот я не знаю, как насчёт сушёного завоза, но вот в марте 2016 года доля возобновляемых энергетических источников, то есть ветра и солнца, в Германии была 31%, а газ составлял 8,8%. А уже в марте 2018 года, через два года, 31% подрос до 40%, а газ с 8,8% упал до 6,6%. Если бы не безумное и позорное решение Ангела Меркель о закрытии атомных электростанций, то картина была бы ещё более ужасающей. И, собственно, вот несколько важных уроков из этой истории. Первое из них заключается в том, что почему-то страны, которые производят много нефти, любят себя считать энергетическими сверхдержавами. Они, на самом деле, очень часто не то, что производят много нефти и газа, они просто мало потребляют и перерабатывают. Российская нефтехимическая промышленность, она абсолютно в позорном состоянии, но если не считать компанией Сибур, которая что-то пытается делаться, благо вон у неё тоже какой административный ресурс. А даже Саудовская Аравия строит больше нефтехимии, чем мы. Потому что нефтехимия – это дорогая история. Нефтехимия окупается там через 10, 20, 30 лет. Этим ребятам хочется французское шале сейчас и завтра. Это лучше пилить на...